Число случаев заражений и смертность от COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая о том, что пандемия далека от завершения. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедр Саданом Гибриесус. Как подчеркнул глава ВОЗ, пандемия упорствует в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам борьбы с пандемией. И на эти нужды ВОЗ необходимо более 23 миллиардов долларов. Сегодня мы публикуем новый бюджет планирования по борьбе с COVID-19. По нему нам необходимо 23,5 миллиарда долларов для достижения глобальных целей и предоставления необходимых средств странам в течение следующих 12 месяцев. Полное финансирование этой инициативы – важнейший компонент стратегии ВОЗ, плана готовности и реагирования нашего всеобъемлющего плана по взятию пандемии под контроль. Евросоюз подчеркивает важность вакцинации и наращивает производство, не забывая при этом делиться вакцинами с развивающимися странами. Заглядывая на год вперед, мы ожидаем, что в Европейском Союзе будет произведено более 3,5 миллиардов доз вакцин. И, конечно, большая часть из них будет отправлена за границу. В дополнение к экспорту мы, команда Европы, Еврокомиссии и государства-члены пожертвуем более 500 миллионов доз вакцин до середины следующего года. Я ожидаю, что государства-члены возьмут на себя еще больше обязательств. Тем не менее, протесты по всей Европе не утихают как против самой вакцинации, так и против санитарных пропусков, которые стали фактически единственным способом вернуться к нормальной жизни. Но, к примеру, в Болгарии протестующие утверждают, что использование ковид-паспортов не решит проблему вспышки в стране, а только усугубит ее экономические трудности. Продолжение следует...